Кинофестиваль На площадке перед Ленинским мемориалом зрители смогли увидеть выступление уличного театра «Пластилиновый дождь» и барабанного шоу «Пляска седьмого неба». Театр моды Марии Логачевой представил дефиле, посвященное Году экологии. Первой в фойе Ленинского мемориала вошла режиссер, сценарист и продюсер Галина Евтушенко. Свои отзывы и добрые слова кинофестивалю она оставила в специальной книге пожеланий. Несмотря на дождь, такое количество народа, полный восторг, люди ждут кино, это наши зрители, мы их очень любим, мы рады встрече и надеемся, что всегда наши встречи будут такими же приятными и радостными. Дождь – прекрасная примета для хороших встреч. На кинофестиваль приехали творческие семьи и актерские династии. Среди них художник-постановщик анимационного кино, член Союза художников Российской Федерации Марина Курчевская и актер-сценарист Вадим Жук, который участвует в фестивале второй раз, уже как члены жюри. Актрису Ирину Линд сопровождал 12-летний сын Иван Золотухин. Несмотря на юный возраст, он уже снялся в нескольких кинолентах. А народная артистка России Татьяна Догилева приехала в Ульяновск с дочерью Екатериной. Татьяна Анатольевна, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что в кинематографе наступил переломный момент. Наше поколение, оно, грубо говоря, заканчивает карьеру. И вот новое поколение, как это не ужасно звучит, но это все равно 40-летние, ближе к 40-ка. Вот они ищут сейчас свой язык, свои темы, своих героев. И я, в принципе, за этим с интересом наблюдаю. Пока у них что-то получается, что-то нет. А что касается семейного кино? Семейного кино, мне кажется, абсолютная катастрофа в этом плане. Абсолютная. Советский кинематограф имел прекрасных детских режиссеров и детские фильмы, которые и сейчас, через много-много лет, актуальны. И смотреть их прекрасно. Традиция оборвалась, разучились это делать. Ну и плюс детское кино – это очень затратное кино. И на него надо выделять очень много-много денег и растить режиссеров детского кино, художников и операторов. Это надо восстанавливать. Звезда сериала «Возвращение Мухтара» заслуженная артистка России Оксана Сташенко была супругом Владиславом Мин. Заслуженные артисты России Нонна Гришаева и Александр Олешко не стали проходить по звездной дорожке. Они весь день готовились к вечернему выступлению. Но вышли к поклонникам и оставили свои пожелания в книге. Нонна Гришаева писала «Удачи и процветания в вашем фестивале». Я и Юлия Самартийович. Почетным гостем церемонии открытия стал и звезда российского кино, заслуженный артист России Сергей Баталов. Сама церемония открытия отличалась от прошлых лет. Почетные гости, актеры заняли свои места в первом ряду так, что каждый мог к ним подойти и пообщаться, сфотографироваться. Еще одно отличие от прошлых лет – главную награду кинофестиваля вручили сразу же на открытии. Обладателем гран-при в этом году стал народный артист Российской Федерации Сергей Скрипко. По традиции с приветственным словом выступил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. «Уже в девятый раз мы с вами собираемся в одном из самых красивейших музейных, культурных центров нашей страны, для того, чтобы вспомнить об отдающейся женщине, чтобы еще раз друг другу сказать, надо украшать свою душу добрыми делами». Также глава региона наградил благодарственными письмами заслуженных артистов России Нону Гришаеву и Александра Олешко. «Спасибо большое за оказанную честь, за приглашение. Во втором отделении я постараюсь оправдать эту награду. Спасибо». Благодарственным письмом губернатору Ульяновской области награжден Александр Владимирович Олешко, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Творческого союза, заслуженный артист России. «Спасибо огромное, друзья. Вам предстоит еще общаться со мной два часа, так что я ничего не буду говорить. От всей души спасибо. От всей души объявляю фестиваль открытым». «Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы приветствуем вас в этом гостеприимном зале от всей души». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ